Домой, домой, стучат колеса. И, видимо, из-за детского нетерпения и волнения родителей, поезд пришел почти на полчаса раньше расписания. В 19-м вагоне юные пассажиры и сопровождающий групп, специалисты территориальной профсоюзной организации Луко-Западной Сибири. Они привезли первую смену детей нефтяников из регионального центра Алая Паруса. Почти 70 мальчишек и девчонок. Три недели летних каникул в Сосновом Бару – это целая палитра событий и разнообразных впечатлений. Ожидания оправдались. Очень классный лагерь, мне очень сильно понравился. Все, прошла первая смена. Смена называлась «Приключения в Лисе». И смысл этой смены был, чтобы понять, что такое «Золотая цепь». «Золотая цепь» – это дружба, которая между нами. Потом мы выполняли всякие квесты, было весело, дискотеки были. Там, где нас всякие праздники устраивали, и мы выступали, занимали места. Алые паруса, алые паруса, паруса. Очень соскучилась, первый раз отправляли в лагерь. Очень понравилось, всегда на связи, довольные. Ничего не смущает мальчишки, не растут мальчишки без синяков и шишек. Все хорошо. На переносице Миши Мельникова глубокая ссадина, но он, как настоящий мужчина, не обращает на нее внимания. Я не знаю, где-то поцарапался. Дети все живы и здоровы, очень счастливы и радостные. Они хотят туда вернуться, и это показатель. Свои планы на дальнейшей поездке в лагерь и у Кости Шписа. Его встречает мама с маленькой сестренкой. И хотя три недели, время небольшое, все успели соскучиться друг по другу. Мама отмечает, что сын повзрослел, и время, проведенное в лагере, не прошло впустую. Мы очень соскучились по нашему дорогому сыночку. За время провождения в лагере он себя показал как мужественный, смелый, выносливый. Домой не просился. Ему все очень сильно нравилось. Мне понравились там спевки, общие сборы. Много там чего было, все понравилось. Это был второй же раз. Ему понравилось в первый раз и сильно просился поехать еще. Я думаю, что не последний раз. Алая паруса – это не просто лагерь, это образ жизни. Говорят те, кто успел там уже побывать. И во многом именно благодаря специально приглашенным, квалифицированным специалистам, вожатым педагогам из Тюмени, Тобольска, Шадринска. Более 10 лет территориальная профсоюзная организация западно-сибирских нефтяников сотрудничает с этой известной молодежной здравницей под Тюменью. И, приобретая путевки, заключает отдельный договор, который предусматривает разнообразную, познавательно-воспитательную, спортивно-патриотическую программы. Наши дети туда любят ездить, поскольку там действительно очень хорошо организован досуг с детьми. Ребенку надо что, чтобы ему занимались, чтобы ему внимание было. Этот рейс алых парусов закончился. Через несколько дней экипаж примет на борт новых пассажиров. Вторая смена уже готова к старту. За 4-летние смены в молодежной здравнице отдохнут 330 детей-нефтяников. Людмила Ванюшкина, Николай Горкуши. Специально для Новостей. Субтитры создавал DimaTorzok